Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Ну что, пришло время закрывать дачный сезон? Пришло! Вы вздыхаете, Наталья Викторовна! Не хочется, не хочется, как и многим нашим телезрителям, но погода берет свое. Да, делать нечего. Приходится закрывать дачный сезон, но закрытие дачного сезона – это не значит повесить замок на дверь дачного домика или на ворота и уехать в город. Дело ответственное, вы правы. И, конечно, нужно продумать все, чтобы, не дай Бог, чего-нибудь не забыть. И потом не горевать зимой долгими вечерами в своей квартире и думать, вот это не успела, вот это не сделала, вот это не закрыла, это не слила. Поэтому давайте сегодня будем говорить о том, что нужно сделать, какие важные дела нас ожидают, потому что нужно, конечно, подготовить дом к долгой-долгой зимовке. Так как мы готовим дачный дом, на что обращаем внимание, что необходимо сделать в обязательном порядке? Ну, начнем, наверное, с дома. Хотя порядок нужно на даче оставлять везде. И в парнике, в теплице, и на участке, и в саду, и в сараях, и, конечно, в доме. В доме нужно все тщательно убрать, потому что от этого будет зависеть ваше настроение весной, когда вы приедете открывать дачный сезон. И совсем другое будет настроение, если вы зайдете в чистый дом, где все убрано и все сложено по полочкам. Конечно, нужно сделать уборку. Убрать, ведь мы же все лето с вами привозили что-то на дачу, обихаживали, обустраивали свой дом. И представляете, вот это сейчас все нужно где-то сложить, убрать, что-то вывезти. Ну, конечно, в первую очередь продукты. Нужно все съедобное, крупу, допустим, сыпучие продукты, муку, все забрать, все, что будет портиться. Можно оставить единственные консервы в жестяных банках или, допустим, крупы, если их засыпать в стеклянные банки. Не надейтесь на пластмассовые контейнеры, потому что мыши, особенно крысы, это их не остановит. И, конечно, чтобы вы не устраивали пиршество для крыс и для мышей зимой в своем доме, поэтому побеспокойтесь об этом. Всю посуду вымойте, переложите ее чистой бумагой, уберите в стол, чтобы нигде у вас ничего лишнего не лежало из продуктов. Обязательно разморозьте холодильник, вымойте его, просушите, чтобы он дожидался весны. Конечно, мыши не любят запаха полыни или бузины, поэтому можно разложить веточки бузины или полыни или пучки мяты, они тоже этого не любят. Подумайте о своих вещах, которые вы оставляете на дачу, я имею в виду шерстяные насильные вещи. Побеспокойтесь, чтобы моль за зиму не съела все ваши шерстяные насильные вещи. Поэтому, конечно, очень нужно вот это все хорошо продумать. И обязательно увезите с дачи остатки семян. Не оставляйте ни в коем случае семенной материал. Но, во-первых, он плохо будет там храниться, потому что температура будет пониженная, семена могут просто потерять схожесть. А во-вторых, это такая замечательная приманка, опять же, для тех же мышей. Я лет 10 назад такую глупость сделала, я просто не подумала. Оставила пакет с семенами в шкафу. Шкаф был закрыт, никаких лазеек, нигде никаких там щелей не было. И каково же было мое удивление неприятное, когда весной я зашла в дом, стоял такой запах мышиный. Открываю стол, сплошной мусор. Не осталось ни одного пакета целого, никаких семян. Везде куча бумаги, очистки от семян, шелуха. Пришлось, столько себе работы задала, пришлось всю посуду перемывать, убирать мусор, чистить, мыть, дезинфицировать. Поэтому обязательно увозите семенной материал. Дальше, если у вас газовая плита, газовые баллоны есть на даче, обязательно закройте вентиль. Газовому баллону ничего не грозит, потому что от холода газ, он как бы сжижается, и поэтому никаких неприятностей не должно быть. Подумайте насчет освещения, не оставляйте его. И вообще лучше всего, конечно, на даче, дачу полностью обесточить. Потому что бывают перепады напряжения, и чтобы обезопасить себя от этих неприятностей, обязательно нужно все выключить. Посмотрите на окна, на форточки, на двери. Не оставляйте открытыми. Потому что это же, конечно, лазейка для воров и для любителей поживы какой-либо. Поэтому в доме старайтесь, чтобы был порядок, и подумайте, попытайтесь обезопасить себя. Те ценные вещи, которые есть на даче, ну, желательно их увезти. Но я не говорю, что нужно возить в холодильник или духовой шкаф, плиту. А вот телевизоры, что у нас там есть еще, радиоприемники, видеомагнитофоны. Во-первых, им не очень будет комфортно зимовать там, потому что и холодно, и влажно. Но если уже оставляйте на даче, то постарайтесь где-то припрятать или укрыть чем-то, чтобы не так воздействие холода на них сказывалось. В общем, в доме должен быть порядок. И обязательно, если у вас в доме водопровод, канализация, слейте, не забудьте обязательно воду. Потому что трубы должны быть без воды, чистые. Потому что морозы, они могут привести к таким необратимым последствиям. И пластиковые трубы могут разорвать, и металлические даже трубы. И чтобы не задавать себе много работы, когда у вас будет все разморожена система водопроводная, это намного сложнее ее восстановить. Лучше уже набраться терпения, выделить какой-то час, но заняться водопроводом, канализацией, чтобы у вас в доме был стопроцентный порядок. Как мы готовим к зиме садовый инвентарь? Конечно, согласитесь, приятно. Приезжаешь на дачу, у тебя в порядке. В хозблоке стоят и лопаты, и грабли, и вилы. Все чистое, без грязи. Все в порядке. И, конечно, обязательно нужно на даче скрутить все шланги, слить с них воду, чтобы их тоже не разорвало от мороза. Освободить бочки, которые мы наливали в воду для полива. Или лейки, ведра. Все перевернуть, все вылить. По-хозяйски отнестись ко всему этому. Кроме того, не оставляйте на участке садовые качели, гамаки, или какие-нибудь навесы летние, детские домики, спортивные уголки. И, допустим, кресло на веранде. Потому что все это приходит в негодность. От холодов, от дождей, от сырости. И вообще это привлекательно, когда кто-то будет проходить, посмотрит, а у вас на даче стоит или качеля, или кресло, или какие-то украшения вы оставили на даче. Я имею в виду навес, гамак остался неубранный. Все это, конечно, очень привлекательно для недобрых людей. Поэтому участок должен быть чистым и убранным. Убираем практически все. Это лучше сохранится. И, знаете, как говорится, бережу, Бог бережет. Наталья Викторовна, как мы готовим сад и цветники к зиме? Конечно, нужно и в саду навести порядок. Не оставляйте кучи листвы, мусора на участке. Я знаю, что многие дачники стараются листья не выносить на компостную яму, и не сжигать, а их присыпать к стеблю дерева. Или берут лапник и прикрывают деревья. Хочу сказать, что это не очень хороший вариант. Вы знаете, мыши, они очень любят вот эти шалаши из лапника, из листьев. Они там оборудуют себя за зиму норки и очень прекрасно питаются корой деревьев. Поэтому убирайте весь мусор с сада, чтобы в саду было чисто. И, конечно, если у вас старые деревья, возьмите щетку, посмотрите на коре, нет ли мхов, лишайников. Почистите стволы, чтобы они были чистые. И всегда говорю о том, что нужно заняться побелкой деревьев осенью. Не белить деревья на 1 мая, когда это такой, знаете, косметическая побелка, такой способ, да, прикрасить деревья. Нужно деревьям помочь перезимовать, а побелка осенью водоэмуляционной краской, она как раз убережет деревья от холодов, защитит их кору от резких перепадов. И деревья будут вам только благодарны. Поэтому наводим порядок в саду, вырезаем ремонтантную малину, которая, наконец-то, закончила свое плодоношение. Мне просто было жалко ее вырезать. Столько было еще ягод, даже пчелы еще летали возле нее. Ну, конечно, ягода уже не та, она и не столько ее, но все равно приходилось даже вырезать с ягодами, такими несозревшими, малину ремонтантную. В общем, все вырезать, убрать малину ремонтантную прямо под корень. И, конечно, нужно в саду, чтобы был порядок и на цветниках обязательно. Посмотрите на свои пионы. Можно уже обрезать вот эти сухие листья на хостах, на флоксах, на ирисах, лилейниках. Но можно этого не делать. Если дел не про вороты, не успеваете, можете этого не делать. Мороз ударит эту листву побеги, они просто накроют ваши пионы, хосты, накроются. И на следующий год у вас просто будет органическое удобрение. Но если любите порядок, можете вот это все лишнее срезать. Мы, как правило, ни пионы, ни хосты не укрываем. Это очень морозостойкие растения. Флоксы не укрываем, ни ирисы, ни лилейники. Так оставляем. А вот с розами, конечно, придется повозиться. Все любят розы. Некоторые сорта, конечно, морозостойчивые, поэтому они не вымерзают. Но чаще всего розы вымерзают. А мы не знаем, какая будет зима. Поэтому побеспокойтесь о них. Но розы, хочу вас предупредить, нельзя рано очень укрывать. Нельзя присыпать рано. Они просто могут выприть. Если будет теплая осень или теплая зима, вот с этими перепадами, с оттепелями, просто розы выпривают под насыпью вот этой земли. И только когда установится погода уже минус 5 градусов, минус 7, тогда можно розы уже окончательно укрывать. Земля должна быть у вас подготовленная. Не берите землю из-под куста, потому что вы будете оголять корни. Если вы будете просто делать холмик земли, подгортая вот эту землю с самого куста розового. У вас должна быть обычная хорошая сухая земля. И вот на каждый куст практически надо больше ведро или два ведра. Не меньше. Для того, чтобы у вас где-то пол куста роз было присыпано грунтом. Этот грунт защитит роз от вымерзания. Некоторые используют песок или берут опилки, или тур. Вот этого я вам делать не советую. Лучше всего, конечно, садовая почва. Если вы присыпите розы песком, он намокает во время дождей. И он является очень хорошим проводником холода. Он промерзает. И вот эта насыпь из песка, она не спасет розы от вымерзания. Она наоборот усугубит этот процесс. Если вы насыпите опилки, они тоже начинают выпривать от влаги. Там появляются болезни, грибные, бактериальные болезни. А эти болезни переходят на розовый куст. Торф, он сильно закисляет почву. Поэтому получается, что только садовая земля. Вот это такой холмик из земли, где-то пол куста роз присыпаете. Это хорошая защита от вымерзания розового куста. Это спасет его. Наталья Викторовна, как мы готовим к зиме газон? Газону тоже трудно придется зимой, особенно неподготовленному. Поэтому и газону нужно уделить внимание. Многие, я знаю, уже закончили его стричь. Но если осень такая была теплая, у нас солнечная, сухая, трава растет еще. И, конечно, газон должен уходить в зиму со скошенной травой где-то высотой 5-8 сантиметров. Если она у вас уже выросла, сделайте еще одну стрижку обязательно. И он должен быть чистым. Возьмите верные грабли легкие, почистите его, чтобы там не было листвы сухой, мусора никакого. Потому что все это будет гнить и будут у вас очень неприятный весной вид газона. Будут проплешины. А если осень будет стоять такая дождливая, то может скапливаться вода на газоне. Берете вилы и делайте проколы в разных местах, чтобы вот эта лишняя влага ушла в глубокие слои. Иначе лед этот замерзнет, вода замерзнет на газоне. У вас просто получится каток, а весной будет очень много проплешин. Если вы сейчас покосили газон и видите, что есть такие пустые места, можно подсыпать траву. Она, конечно, сейчас не взойдет, но ее уже не растащат муравьи. А рано весной она от влаги, от большого количества, она взойдет и как раз пойдет у вас под первую стрижку. Так что газоном нужно заниматься. А покосили газон в последний раз, значит газонокосилку приведите в порядок. Не забывайте, слейте масло, слейте бензин, здесь эта бензиновая, протрите ее. Можно обработать маслом, чтобы она не заржавела, потому что эта помощница не дешевая, конечно, да, она дорогостоящая газонокосилка. И она послужит вам еще много-много лет. Как видите, в принципе, ничего сложного нет в подготовке дачи к закрытию дачного сезона. И если вы все сделаете правильно, вовремя, вы можете со спокойной душой ехать в город и не переживать ни о даче, ни о своем участке. А весной дача и участок встретят вас в целости и сохранности. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин